У нас два ночника, это у нас Digisight Ultra 455, он стоит 79 990 по карте, а это Digisight Ultra 455 LRF с дальномером, он стоит 97 000 со скидкой по нашей карте. Сейчас соберем их, присоединяем кронштейны и попробуем их отстрелять, посмотрим как они вообще себя ведут, удобно ли с ними пользоваться. Вот мы присоединили наш Digisight Ultra LRF с дальномером к винтовке Monzi, так как она имеет планку вивера уже в своей комплектации, мы соответственно поставили также планку. Планка на вивера к ночному прицелу не идет в комплект, ее надо будет покупать дополнительно, это где-то в районе 3000 она стоит. Сейчас суть в чем, сейчас покажу менюшку, быстренько пробежимся и отстреляем в темноту на 50 метров. Вот, сейчас значит клавиша запуска сама находится вот здесь, с правой стороны, короткое нажатие и все, у нас наш прибор включился. Так, вот он тоже грузился, хоть там темно, хоть там темно, но я очень хорошо все вижу, в принципе. Так, значит, сначала пробежимся, тут есть два варианта, есть быстрое меню, которые запрограммированы, клавиши вот на одиночное нажатие, а есть более глубокое меню, с помощью вот этой средней кнопки необходимо в нее войти. Сначала по быстрому меню, ближняя клавиша ко мне, это у нас запись, вот сначала начнем с этой клавиши, нажимаем. Это у нас быстрое увеличение, сначала 4, потом 8, потом 16 крат, все, останавливаемся на 4. Дальнее, это у нас получается включение дальномера. Сейчас, двойное нажатие, луч дальномера показывает у нас 50 метров. Вот, затем делаем длинное нажатие и вот у нас основное меню. Значит, что мы видим в основном меню? Это первая строка, первый пункт, это у нас профили различные. Под эти профили можно забить различные свои пристрелочные показатели, различные метки и тому подобное. Он будет сформирован и как бы можно будет его быстро нажатием использовать. Например, раз, пересоединили прицел на другую винтовку, включили профиль, который принадлежит к этой винтовке. Все, прицел у вас полностью пристрелен и готов к работе. Так, значит, опять вызываем следующее. Это следующее, вот это у нас, второй пункт, это у нас яркость символов. Можно отрегулировать. Следующее, настройка метки. Здесь можно выбрать, как профиль метки различный. Вот, мне нравится больше, конечно, стандартный милдот. Вот, так и цвет. Как белый, черный, красный, фиолетовый, желтый. Все, что хочешь. Так, сейчас я здесь что-то синим переборщил. Сейчас белый, белый с красным. Мне нравится красная точка посередине. Ну и, соответственно, яркость. Яркость самой метки. Так, выходим из-под меню. Следующее, это пристрелка. Здесь можно набить различные расстояния. И каждый раз, когда вы выбираете расстояние, прицельная метка, она будет непосредственно уже сама подстраиваться. Можно задать там, как, например, 100 метров, 250, 300 метров, на те расстояния, которые будете использовать. У меня здесь карабин, как бы, пристрелил на 50, но стоит метка 100. Следующее, значит, это включение Wi-Fi, передавать. Это дальномер, настройки дальномера. Следующее меню. Общие настройки. Включение микрофона. Акселерометр. Настройки Wi-Fi. И информация о приборе. Ну, в принципе, вот. Основные настройки мы пробежались. Так, выхожу из меню. И давайте сделаем три выстрела. Три выстрела на дистанции 50 метров. Да, в темноту. Будем использовать патроны НПЗ. Но у этих патронов капсуль боксера. Это очень хороший капсуль. Он небольшого диаметра. Он не сифонит, на самом деле. Как, например, капсуль Бердана, которая используется в большинстве отечественных патронов. Вот. Это латунная гильза, потомпаковая пуля. И импортному стволу ничего не угрожает при использовании этих боеприпасов. Так, одеваем наушники. И делаем три наших выстрела. Вот когда затвор закрываешь, здесь из-за дальномера пришлось фонарик вывесить с правой стороны. И на самом деле, надо привычку или убирать его. Потому что касаешься и со временем как-то отдергиваешь руку. Ну, ко всему, в принципе, можно привыкнуть. Как-то так. Значит, сейчас устанавливаем кратность. Вот. Восемь крат довольно-таки удобно. Стреляем у нас по второй мишени. Выстрел. Так, по второй. Да, все-таки чуть-чуть фонарик не к месту получается. Боюсь ударить его, как-то задеть. Так, второе, второе мишень у нас. Опять же. Стреляю. Так, ну, все отлично. Сейчас посмотрим следующий прицел, также протестируем его. Следующий прицел у нас, также мы поставили на винтовку Монзо у нас следующий прицел. Это более дешевая версия. Это DigiSign 455 Ultra без дальномера. Фонарь у нас находится на левой стороне. Сейчас просто быстро пробежимся по меню. Меню чуть-чуть, не меню, меню все то же самое, да, только нету дальномера строчки. Но есть здесь такой интересный, встроенный как-то дальномер. Сейчас я это все покажу. Также клавиша включения у нас с правой стороны. Мы на нее нажимаем, зажигается, зажигается у нас прицел заработал. Все. Так, значит, что здесь по-другому? Сейчас все покажу. Итак, что у нас здесь по-другому? Так, значит, здесь, когда мы нажимаем на эту клавишу, как раз третье, если смотреть от дольного среза, то также у нас идет увеличение. Увеличение прицельной, увеличение кратности. Так, 4,5. Когда мы нажимаем на ближнюю к дольному срезу, ничего не происходит. Значит, нажимаем на клавишу меню, однократное нажатие. Вот у нас получилось первое меню. Здесь как раз с помощью клавиши меню можем выбирать различные настройки. Здесь есть яркость, контрастность, приближение и дальномер. Вот дальномер таким образом выглядит, что... Сейчас опять включу его. Что между этих двух меток, если вы видите животное, нужно его поместить. И вот, например, заяц на этой дистанции, так как мы знаем, что у нас тир и рубеж 50 метров, заяц занимать должен вот столько места примерно. Ну все, так что мы сейчас можем также сделать 3 выстрела. Патроны НПЗ с капсулем боксер. Сделаем сейчас 3 выстрела по мишени номер 3. Так, выберем кратность 9, третий мишень. Так, третий мишень, кратность номер 9. Стреляем. Да, вот здесь прям поудобнее, на самом деле. Ладно. И еще, так же, как и в этом прицеле, так и в ЛРФ, есть датчики по заваливанию. Вот как раз я чуть-чуть завалил винтовку на бок, вот уже больше, и они нам подсказывают, что винтовка накренена. Опять поправляем ее, чтобы у нас никаких тут флажков не было по периметру. И можем стрелять. Ну, в принципе, все. Ну, а сейчас пойдем к нашим мишеням, посмотрим, есть ли разница какая-то. 50 метров, все-таки. Расстояние серьезное. Вот, пришли на рубеж, как бы, вторая мишень у нас, мы стреляли из Монзы, это как раз у Digisight Ultra LRF с дальномером. Вот он наш результат. И, соответственно, третья, третья мишень, это уже без дальномера. Тот же самый Digisight Ultra, только без дальномера. Тоже самый результат, да, в принципе. Да. Вот. Мы сегодня отстреляли два ночника, проверили два ночника. Одно и то же фирмы, одно и то же модели, только этот с дальномером, этот без дальномера. Цена Digisight Ultra N455 LRF с дальномером равна 97000 рублей с нашей скидкой охот-актив с картой. Цена того же прицела, но без дальномера, сейчас скажу, 79000 рублей, 999, 79999 рублей. Так что вот, отстреляли два их, посмотрели результаты, все, в принципе, одинаково. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но, опять же, все выбирать вам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok